Тренды-бранды. Простые истории о непростых бизнесменах. Тренды-бранды. Простые истории о непростых бизнесменах. Хотя, конечно, не все получилось сразу. Сложно поверить, но на этапе становления у компании были огромные проблемы со спортивными играми. Тачдаун футбол откровенно провалился и Хоукинс осознал, программисты и дизайнеры ничего не смыслят в спорте. Он привлек в сотрудничество футбольного тренера Джона Мэддена. Своих программистов Трип заставлял посещать все матчи Оугленд Райдерс. Правда, толку от этого вышло немного. Посмотрев промо-вариант симулятора, Мэдден так кричал, что трясли стены. Разработчикам пришлось менять 95% материала. Но и результат был налицо, а вернее на карман. Джон Мэдден футбол моментально стал бестселлером. Взлет Electronic Arts пришелся на кризис отрасли. Компания Nintendo занималась весьма грубой демпинговой политикой, выводящей из строя многих игроков рынка. Чтобы избежать подобной участи в новом поколении приставок, Трип сделал ставку на Sega Mega Drive. Он получил карт-бланш на издание всех игр на этой платформе. Со стороны партнера требование было только одно – игры должны быть эксклюзивными. Релизы появлялись на полках каждый день, и почти все были хитами – NHL, NBA, FIFA, Urban Strike и другие. За 15 лет Electronic Arts поглотила 26 компаний, а позиции ее пошатнулись лишь в начале 21 века. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды. Не придуманы истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату.